Здравствуйте, меня зовут Мария Щейковская. Я врач, кардиолог, аритмолог, реабилитолог. Сегодня мы говорим про одну из самых частых выполняемых операций в кардиологии, в кардиохирургии. Это аортокоронарное шунтирование и обсуждаем мы ее с Комаровым Романом Николаевичем, доктором медицинских наук, профессором, директором клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского медицинского университета. Здравствуйте, Роман. Добрый день, Мария. Рад вас видеть опять и большой поклон нашим зрителям. Теперь мы с вами переходим к четвертой и самой высокотехнологичной версии АКШ, а потом мы с вами поговорим про сравнение всех этих вариантов, ну, кроме вот того уже, что обсудили. Итак, робот, роботическое, роботоассистированное аортокоронарное шунтирование. Расскажите, пожалуйста, про него. Кардиохирургии самое консервативное, где какие-то внедрения должны пройти десятилетия, а то и там полвека для того, чтобы это заработал. Вот этот путь трудоемкий, но тем не менее мы это сделали и мы этим гордимся. Я вам расскажу, зачем это сделано. Вот ножницы торкоскопические я вам показывал. Теперь покажу роботический инструмент. Вот это кончик роботического инструмента. Я сейчас буду делать движение роботическим инструментом. Вы поймете, чем это отличается? Вот роботический инструмент позволяет изменять положение в восьми плоскостях. То есть, когда хирург оперирует на роботе, там нет традиционных рукояток. Роботические инструменты повторяют движение пальцев хирурга. Я вот покажу буквально на пальце. То есть, если нужно сделать, там зажать ткань, делаешь такое движение. Если нужно развернуть зажим на 180 градусов, ты делаешь вот такое движение. То есть, это точная копия, которая в восемь раз превышает движение обычного торкоскопического инструмента. Решать возможность движения. Вот какие движения? Обычный инструмент. Вперёд, назад, по часовой стрелке и вверх-вниз. Всё, три движения. Робот восемь плоскостей. Сегодняшний день это три-четыре прокола в грудной клетке, через которые выводятся манипуляторы. И хирург не стоит за операционным столом. То есть, моя задача только установить инструменты внутрь. Потом ты не надеваешь ни их перчаток, ты сидишь за консолью. Вот. Допустим, как это выглядит в реалии. Есть там ряд роликов на моём YouTube-канале «Хирург Роман Комаров». Там можно посмотреть, как делается эта малоинвазивная операция. Это очень похоже на некую компьютерную игру. С высоким разрешением, за исключением одного, движение и техника хирургическая должна быть, наверное, на два порядка более пунктуальная, чем движение в обычной традиционной хирургии. Потому что нет возможности быстро изменить ситуацию. То есть, робот, он немножко, несколько консервативен.